В Старице начал работу новый детский сад. После праздников полностью оборудованная группа приняли первых дошколяц. Рабочим визитом учебное заведение посетили министр просвещения Российской Федерации и губернатор Тверской области. О том, как проходило посещение Старицкого района в сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. Одним из пунктов посещения стал недавно построенный открытый детский сад в Старице. В настоящее время новое двухэтажное здание дошкольного учреждения со сладким названием «Карамелька» уже работает. Садик рассчитан на 150 воспитанников. Обогрев здания идет за счет специально построенной собственной котельной. Вся территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Внутри имеется весь необходимый инвентарь, игрушки и развивающие пособия. У нас 8 групп. Это 150 детей. Воспитатели получили работу. Дети – прекрасные группы, оснащенные новыми игрушками, мебелью. Здесь замечательная кухня, кухонный блок, медицинский блок, физкультурный зал, наполненный разными физкультурными прекрасными атрибутами для игр и соревнований. Новое здание садика не только современное, но и функциональное. Имеются прогулочные и спортивные площадки. Группы оборудованы для разных возрастов. Музыкальный, физкультурный зал и пищеблок, медицинская комната – все соответствует требованиям нынешнего времени. Одним словом, чтобы и детям, и педагогам было комфортно. Это совершенно другое пространство. Во-первых, здесь совершенно другое оборудование. Здесь абсолютно другие технологии. Вот даже находясь в детском саду, вы увидите, что по новым технологиям у каждого помещения есть следующий выход большой противопожарный. Сколько света, сколько воздуха, сколько… Все это строится, когда строятся учреждения, закладывается обязательное оборудование. Детский сад «Карамелька» построили в короткие сроки всего за шесть месяцев по национальному проекту «Демография». В этом году также уже открыт новый детский сад в поселке Калашниково Лихославльского района и школы на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность Твери». Самый главный показатель для нас, что у нас после ввода, открытия сельских школ и детских садов, у нас стал народ, наши люди переселяться и появилась молодежь на селе. Те люди, которые работают в сельском хозяйстве, и мы видим, что сегодня реально вот эта связка между нашим молодежью, между созданием рабочих мест, она напрямую работает только вместе с созданием современных учебных, образовательных и дошкольных учреждений. Еще одним местом посещения стала школа в поселке Степурино Старицкого района. При ее строительстве использовали современные энергосберегающие технологии, а на территории оборудованы спортплощадки. Само здание школы укомплектованы новой мебелью и оборудованием, в том числе компьютерами, интерактивными досками для занятий. Учебное заведение отапливается в собственной автономной котельной. Дети с удовольствием идут в школу, получают хорошие знания и стремятся учиться. Детям очень нравится спортивный зал, кабинет технологии, актовый зал, музей, библиотека. Ну вообще все кабинеты у нас хорошие. В Старице реализуется несколько проектов по программе поддержки местных инициатив и благоустройства общественных территорий. А в 2019 году город стал победителем в федеральной программе возрождения малых городов. Завершился ремонт моста через Волгу, реконструирована набережная напротив Свято-Успенского монастыря. Продолжение следует...